Бренд Arbor сегодня такой один из самых узнаваемых и популярных. Первое, за что этот бренд любят, ну, это, естественно, за дизайн. Ну, и вот, собственно, конечно же, круизеры. Философия бренда, конечно же, это лайфстайл, такой серфинг, наслаждение. Ну, и круизеры, конечно же, очень хорошо вписываются вот в этот формат. Маленькие вот такие рыбки Pocket Rocket, такая действительно очень приятная, мощная модель. Очень компактная и приятная рыбка. Она достаточно легкая, у нее есть киктейл небольшой, то есть такие классические, скажем так, очертания для такой действительно рыбки, на которой можно передвигаться. По городу можно, собственно, заехать в какой-то мини-парк, скейт-парк, которых сегодня, конечно же, с каждым годом становится все больше. Бетонные такие идеальные парки, скейтбордические, там даже что-то, скажем так, покататься, поделать какие-то трюки. Это такой, можно сказать, классический мини-круизер. Такая форма уже существует, опять же, даже не в формате бренда Arbor, а вообще в индустрии лонгбординга очень-очень много лет. На всех моделях у Arbor, конечно, сетап это будут классические траки от бренда Paris. В силу все равно своего размера, опять же, небольшой колесной базы, небольшого диаметра колес, дощечка, конечно, супер маневренная, очень компактная, прикольная. Но вот Pocket Rocket, и опять же, вот дизайн, сразу хочется обратить внимание, в этом сезоне Arbor узнаваема такими своими, действительно, яркими, мощными дизайнами от знаменитого, собственно, художника, артиста Арна Драплина. Вот мне, собственно, конечно, вот этот дизайн очень нравится. Следующая моделька, которая, конечно, это тоже очень старая модель, у Arbor она существует тоже очень много времени, это Pilsener. Pilsener отличается уже от Pocket Rocket тем, что доска уже значительно больше. У нее сам по себе глубже, глубже Concave. Concave, это, чтобы вы понимали, друзья, это вот, собственно, такая, ну, как сказать, по-простому сказать, такая ложбинка, такое углубление, где у вас очень хорошо, комфортно стоят ноги. Уже более такие яркие, такие ярко выраженные киктейлы, практически мы можем наблюдать такой же классический скейтборд. То есть на нем уже можно делать какие-то трюки, потому что доска сама по себе шире, она длиннее, у нее более яркие, опять же, киктейлы, поэтому можно делать какие-то, собственно, какие-то элементы из классического скейтборда. Все доски, опять же, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми большими, они делаются из семи слоев канадского клёна, то есть щелчок, прочность, жесткость. Достаточно мощная, поэтому, конечно, вот на круизерах, несмотря на такую форму, да, направленную, то есть немножко отличается от классического скейта, все равно вот на досках вот похожего плана, как пилснер, можно, конечно, делать какие-то классические такие скейтбордические трюки. Подвеска уже пошире, естественно, потому что всегда мы знаем, что существует пропорция, то есть чем доска длиннее, чем она шире, тем самым подвески, колеса, они становятся чуть-чуть больше. Здесь тоже традиционал кинг-пин, то есть кинг-пин смотрит всегда вовнутрь, но подвеска уже более широкая, поэтому, конечно, она более устойчивая, более маневренная, и поэтому, даже если вы не собираетесь какие-то делать трюки, прыгать какие-то в парках, делать истории, на таком круизере, конечно же, кататься будет гораздо комфортнее, но он, в свою очередь, немножко уже потяжелее, побольше, чем, собственно, Pocket Rocket. И дизайн, видите, уже совершенно такой другой, здесь уже используется натуральный ламинат бамбука. И с обратной, собственно, стороны мы видим с вами дизайн от Zoe Killer, такая девушка-художник, граффитчик, вот такая змея, череп, ну, то есть, действительно, очень прикольный дизайн. И, опять же, пилснер у нас есть в другом еще дизайне, это помимо, собственно, серии бамбу, пилснер есть еще с фотосерии, то есть, с обратной стороны у нас наклеена шкурка, а здесь фотография, какой-то американский Cadillac, такой классический дом в Майами, Пальма, ну, в общем, тоже такая творческая история, поэтому, конечно, помимо, собственно, и моделей, которых у Arbor действительно очень много, еще и охватывает бренд, большее количество людей, конечно же, и дизайн. Еще мы идем дальше, и теперь на этот раз доска еще больше, форма уже немножко такая другая, модель называется Sizzler, здесь уже мы такие наблюдаем классические серфовые очертания, то есть, такой зауженный нос, фиштейл такой, да, своего рода, такая доска, она больше приближена именно к такому классическому круизеру, то есть, на ней нельзя делать какие-то особо трюки, потому что конкеева практически нет, она очень такая плоская, это уже такой, знаете, маленький-маленький такой лонгборд, поэтому, конечно, на такой дощечке очень классно будет кататься по паркам, по городу, то есть, она в силу, опять же, это не супер длинная доска, поэтому в городе на ней будет достаточно маневренно, ну и, в принципе, также очень много комфорта вы получите, именно катаясь в парках на какие-то длинные расстояния, и, ну, конечно же, дизайн такой мини-серф, вот такая форма, такой действительно шейп очень многим нравится. Ну и вот мы потихоньку переходим уже к таким более длинным доскам, уже вот в руках у нас такая тоже интересная доска, многие, кстати, про нее написали, спрашивали, что такое оса. Друзья, оса это такой, знаете, отсыл, отсыл к 80-м, к 70-м, когда скейтбординг только зарождался, да, когда только появлялись первые какие-то экстремальные истории, когда начинали кататься в пулах, в бассейнах, такая форма, которая прошла через 50 лет, и она сегодня, опять же, очень популярна, очень модна, потому что появляются, опять же, появляются и болы, такие пулы, то есть такие получаши, и вот, конечно, кататься в таком, скажем так, в таких парках на такой доске очень круто, то есть это очень широкая доска, у нее гигантский просто киктейл, это такой больше, знаете, классический такой скейтборд, трюковой скейтборд, ну, скажем так, первые ранние версии. Вот модель оса, очень популярная, ну и также многие на ней гоняют, потому что, опять же, если посмотреть видосы, модель, кстати, выпускается тоже не первый год, естественно, на ней тоже много людей гоняет, катается по улицам, делают какие-то трюки, собственно, прыгают через ступеньки, поэтому тоже интересная доска, но это все-таки такая, знаете, больше для таких творческих скейтбордистов, как второй вариант. Доска такая, действительно, такая классическая доска для поклонников такого классического, старого доброго скейтбординга, поэтому, действительно, мини-круизеры очень универсальные доски, отлично подходят, как и транспорт, отлично подходят для каких-то экстремальных историй, поэтому, действительно, компания Arbor уделяет очень большое внимание вот такому сегменту, как мини-круизеры. Вот такой обзорчик в следующем видео, во втором видео про Arbor, я расскажу, конечно же, про длинные доски, уже про какие-то скоростные доски, поэтому, друзья, оставайтесь с нами, спасибо, что вы нас смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч, пока!